Всем привет! Это программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Наталья Жирнова. По традиции в это время я и мои коллеги поделимся с вами самыми свежими и актуальными новостями из мира студенческого и мирового спорта. Смотри сегодня выпуски. Обзор противостояния Казанского Акбарса и Омского Авангарда в полуфинале Кубка Гагарина. Спартакиада вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Заключительные матчи чемпионата. Казанская женская волейбольная лига. Обзор матча сборной КФУ против Татхим препараты. Спартакиада студентов и аспирантов КФУ. Обзор турнира по волейболу. Студенческая хоккейная лига. Финальная часть чемпионата. Начнем с хоккея. Полуфинальная серия Кубка Гагарина в самом разгаре. Уже известен первый финалист. Им стал ЦСКА. А вот кто встретится с армейцами пока неизвестно. В конференции «Восток» все еще идет борьба за выход в финал между казанским Акбарсом и омским Авангардом. Как у них обстоят дела, расскажет Амир Сабиров. Казанцы проиграли Авангарду первые матчи в финале конференции. И 7 апреля приехали в Балашиху спасать серию. Акбарс серьезно изменил состав по сравнению с домашними матчами. На лед вернулись вратарь Тимур Белялов, защитник Тревор Мерфи, нападающий Александр Бурмистров и Данис Зарипов. Это добавило команде свежести. Казань очень здорово начала игру. В первой же смене шайба дошла до ворот Авангарда. Найджел Доус нашел на пятачке подключившегося к атаке защитника Романа Рукавишникова, который бросил в одно касание точно в ближний угол ворот Шимона Грубеца. 1-0. Вторым ассистентом стал Альберт Ярулин, который здорово закрыл зону. На восьмом минуте Акбарс выходит вперед уже на две шайбы. Тревор Мерфи бросал от синей линии и попал в Дмитрия Воронкова. После чего шайба курьезным образом залетела в ворота. 2-0. Авангард отквитал один гол на 16-й минуте уже второго периода. Вилли Пока набрасывал с дальней дистанции, и Клим Костин подставил свою клюшку с пятачка. Тимур Белялов не смог среагировать на изменение траектории шайбы. 2-1. Хозяева сокращают разрыв. В заключительном отрезке команды имели обоюдно острые атаки. Как Авангард мог сравнять счет, так и Акбарс мог его увеличить. Но оба воротаря сыграли выше всяких похвал. Казанцы отстояли счет 2-1 и выиграли свой первый матч в серии. Через день команды встретились уже в игре под номером 4. Акбарс опять забросил быстрый гол. На этот раз помог бросок Михаила Глухова. Александр Бурмистров хорошо сыграл в прессинге, отобрал шайбу и отдал ее 12-му номеру, который щелкнул точно в дальнюю девятку ворот хозяев. 1-0. Второй период нам голов не принес. А вот в третьем команды по разу все-таки отметились. Уже на 43-й секунде Станислав Галеев увеличил преимущество Казани. 22-й номер выстрелил с острейшего угла и вратаря не выручил. 2-0. Авангарду срочно нужно было что-то предпринимать. И весь период они всеми силами наседали на ворота Белялова. В самом конце матча хозяева все-таки смогли забить. За 8 секунд до конца они в шестером закрыли Акбарс в зоне, и Корбан Найт замкнул передачу Сергея Толчинского. 2-1 в матче и 2-2 в серии. Казань сравняла счет в финале Востока. 11 апреля 5-е противостояние продолжилось в столице Татарстана. На этот раз первым удалось забросить гостям. Молодой Семен Чистяков мощно щелкнул от синей линии, и Тимур Белялов не увидел полет этой шайбы. 1-0. Очень долго Казань не могла сравнять. Удалось это только на 11-й минуте третьего периода, когда Дмитрий Воронков с сольным проходом вошел в чужую зону и забил точным броском из-под защитника. 1-1. Следом последовало удаление авангарда. Илья Ковальчук отправился отдыхать на 2 минуты за удар коленом. И Акбарс большинство реализовал. Отличился тот же Воронков после наброса от Станислава Галиева. 10-й номер хозяев здорово поставил клюшку. 2-1. За минуту до конца матча Ковальчук исправляется за свое удаление и не дает Акбарсу выйти вперед в серии. Илья добил шайбу в кустой угол Белялова. 2-2. Игра перешла в овертайм. После хорошего атакующего начала от казанцев, авангард выберет в контратаку. Рид Буше обыграл Юдина и спокойно поразил ворота Акбарса с пятака. 3-2 в серии. Теперь у казанцев не остается права на ошибку. Шестой матч состоится 13 апреля в 19.00. Амир Сабиров. Неделя спорта. На протяжении всего сезона в рамках спортикиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу сборная Казанского федерального университета боролась за первое место в таблице с Академией спорта. В итоге все решалось в последних двух турах, где сначала было противостояние лидеров, а затем еще матч с Казанским архитектурно-строительным университетом. Все подробности в репортаже Дианы Ждановой. Спортивный комплекс «Бустан» 10 апреля стал ареной главного матча в спортикиаде вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Казанский федеральный университет принимал Академию спорта. Обе команды к концу чемпионата оказались на верхних строчках турнирной таблицы. Академия перед матчем имела в активе 11 очков. КФУ 10 и еще матч в запасе. В итоге очное противостояние должно расставить все на свои места. Академия держала мяч у себя на протяжении всего первого тайма, не давая сопернику перехватить инициативу. Уже на второй минуте после стартовой сирены Олег Щербаков забивает гол в ворота федералов. Проходит минута и Академия снова атакует противника. Радис Сабиров мощным ударом забивает мяч. 2-0. Далее Рамиль Галеев на 14-й минуте точно бьет по воротам федералов. 3-0 в пользу Академии. КФУ пытались контратаковать соперника, но удача не на их стороне. С таким счетом команда уходит на перерыв. Во втором тайме сборная Академии спорта была настроена утвердить свою лидерскую позицию. КФУ старались открыть счет своим голам, но им не хватало класса и скорости, чтобы завладеть мячом. Однако немного старания им все-таки удается забить гол. На 32-й минуте Алмаз из Басаров отправляет мяч в ворота противника. Команда Академии не давала разыграться федералам и продолжала уверенно идти к победе. На 38-й минуте Александр Шварцко забивает гол в ворота КФУ. Спустя минуту Рамиль Галеев забивает дубль и делает счет 5-1. Академия впереди. Разгром. Под занавес встречи Академия решает добить федералов и на 40-й минуте. Радис Сабиров мощным ударом отправляет мяч в ворота КФУ. По Волжской Академии счетом 6-1 выигрывает матч и занимает первое место в турнирной таблице. Эмоции очень зашкаливают. На самом деле не ожидали, что игра так пройдет. Я как капитан, я четвертый курс, это мой последний год. И я, наверное, три дня нормально толком не спал, думал об игре, какие там моменты, бутауты, угловые и прочее. Все мысли были только об игре. 11 апреля сборная КФУ играла свой заключительный матч в сезоне против Казанского государственного архитектурно-строительного университета. После недавнего поражения федералы решили во что бы то ни стало выиграть. С первого тайма они агрессивно вели мяч, контролируя его у себя. Во время игры было множество стычек, из-за которых игрокам обеих команд доставали желтые карточки. Команда КГСУ постоянно выбивала мяч в аут, тем самым пытаясь хоть как-то отобрать его у противников. Долгое время команды никак не могли оторваться друг от друга. Наконец, на 17-й минуте Максим Истафьев открывает счет голам КФУ. 1-0 и команды уходят на перерыв. Во втором тайме федералы были заряжены и отступать не собирались. Как бы сборная КГСУ ни старалась, догнать соперника им не получалось. Чтобы окончательно утвердить свою позицию, КФУ делает несколько усилий и мощных нападений. В итоге на 34-й минуте Данил Тукташев отправляет мяч в ворота. Со счетом 2-0 сборная Казанского федерального университета забирает нужные три очка. Диана Жданова, Амир Сабиров, неделя спорта. Спартакиада вузов Республики по мини-футболу подошла к концу. И давайте взглянем на итоговую таблицу. Золото забрали игроки из Академии спорта. 14 очков. На втором месте Казанский федеральный университет. 13 очков. Такое же количество и у сборной КНИТУ КАИ. Но они только третьи, так как в личной встрече они проиграли КФУ со счетом 4-6. Остальные результаты на вашем экране. Чемпионат Казанской волейбольной женской лиги продолжается. В этот раз подопечный Артема Григорьева встретились со сборной ТАТХИМ препараты на домашней арене Казанского федерального университета. Елена Шепелева следила за ходом матча и сейчас обо всем подробно расскажет. 7 апреля в рамках чемпионата Казанской женской волейбольной лиги состоялся матч между сборными командами Казанского федерального университета и ТАТХИМ препараты. Уже на разминке чувствовался боевой настрой между командами, особенно со стороны сборной КФУ. С начала первой партии спортсменки с уверенностью сбивали голы и вырывались вперед со счетом 7-2. Подачи волейболиста КФУ были более успешными, чем у спортсмена команды противника. ТАТХИМ препараты старались не отставать от соперности, но им это не удалось. Первая партия остается за КФУ 25-17. Во второй партии команда ТАТХИМ препараты разыгралась и начала танковать в федеральный университет. Девушкам сборной ТАТХП удается вернуться к успешным связкам и надежной защите. И уже в середине партии результат составлял 10-5 в их пользу. Гости продолжали в том же духе и довели счет до 25-17. Перед третьей партией тренер команды КФУ Артем Григорьев провел серьезный разговор со спортсменками. Сборная федерального заставляет соперниц часто ошибаться на приеме мяча. Спортивный снаряд то и дело норовил улететь в аут. КФУ в итоге находит слабые места в обороне соперника и без остановок отправляет туда мяч. Набросались на победные 25-18 в пользу КФУ. В начале четвертой партии обе команды шли наравне. Счет составлял 5-6 в пользу ТХП. Для федерального университета это решающая партия, так как при победе в ней КФУ заберет максимум очков в свою копилку после матча. Подопечные Артема Григорьева атаковали все больше и больше. И уже к середине партии на табло 13-11 в пользу федерального. Концовку матча КФУ провели уверенно и не давали соперницам шансы на камбэк. 25-16 в четвертой партии и 3-1 общий счет в пользу сборной федерального университета. Элина Шепелева, неделя спорта. От волейбола далеко не уходим. На этих выходных женские сборные всех институтов КФУ разыграли между собой полный комплект наград. В рамках спартакиада студентов и аспирантов. Диана Урядова побывала на каждом матче и самое интересное расскажет прямо сейчас. И вновь прошла очередная спартакиада внутри вуза. 10 и 11 апреля прошло противостояние институтов среди девушек по волейболу. Все самые главные события проходили в спортивном комплексе «Москва». Кроме 16 казанских институтов, также приняли участие Елабужский и набережный Челнинский, которые заставили понервничать фаворитов турнира. В первый день проходил отборочный тур. И только две лучшие команды из каждой группы могли пройти в следующий этап бороться за звание чемпиона. Во второй день в 1-4 предстояло встретиться юристам и химикам, физикам и математикам, экономистам и набережным Челнам, елабужскому и экологам. В итоге сильнейшими оказались юристы, физики, экономисты и команда из Елабуги. В первой встрече 1-2 разыгрывала среди прошлогодних финалистов. Сортовала противостояние юридического факультета против института физики. Первая партия осталась уверенной за юрфаком. Во второй партии девушки из юридического потерпели неудачу. Их соперницы не хотели сдаваться и вывели игру в решающую третью партию, где смогли одержать победу и выйти в финал. Во втором полуфинале последнюю путевку в главный матч турнира разыгрывали между собой Елабужский институт и Институт управления экономикой и финансов. Девушки из Елабужского института сразу активизировались, и первая партия была за ними. Во второй произошло ровно наоборот. Эконом доминировал со счетом 1-8, и их соперницы никак не могли сократить перевес в счете. Вторую партию взял Эконом, и оставалась последняя партия. Девушки не отставали друг от друга, сохраняя равный счет, но благодаря мощным атакам и командного духа эконом смог вырвать победу. Иуэ в финале. Бронза спартакиада разыгрывалась между Елабужским институтом и юридическим факультетом. В первой же партии юристы доказывали, что хотят оставаться в призах. Но во второй партии команда из Елабуги пыталась завладеть игрой. В финальной партии юристы безоговорочно одержали победу и заняли почетное третье место. Финальный матч. Институт физики против Института управления экономики и финансов. Физики сразу начали показывать отличную игру, уходя в отрыв. Но Эконом это только подзадорило, и они активизировали свои лучшие стороны. Сильные и быстрые атаки, эмоциональная поддержка друг друга. Они достаточно долго разыгрывают мяч на своей половине, выбирая лучший момент. Счет 8-8. Игра неуловимо мчится вперед. Но у Эконома опять не складывается игра, и их соперницы снова завладевают преимуществом над игрой и забирают первую партию. Вторая партия шла также на равных. Огромное желание Эконома стать чемпионом вывело игру в третью партию. Для физиков начало третьей партии вышло весьма удачно. Они задали свой темп игры, удерживая разницу в два очка. Но девушкам из Экономического удалось сравнять счет 19-19. Ни одна из команд не имела права на ошибку. Девушки продолжали вести равную игру, но физики смогли переломить игру 24-22. Последний решающий мяч принес победу Институту физики. Мы думали, у нас будет соперник Юрфак, потому что они три года подряд выигрывали, и мы с девчонками из сборной очень долго спорили, что мы победим, или они победят очень долго. И очень хотели их победить. Но мы победили их чуть-чуть раньше, и я счастлива, что сейчас попали все эти. Но в принципе это тоже была очень сильная команда и классная игра. Диана Урядова, Наталья Жирнова. Неделя спорта. На протяжении нескольких месяцев любители студенческого хоккея наблюдали за зрелищной борьбой вузов Республики Татарстан в студенческой хоккейной лиге. По итогам регулярки КФУ в плей-офф выходят на Казанский авиационный институт. О вечном противостоянии далее расскажет Милюша Хакимова. 6 апреля в Ледовом дворце Баска прошел полуфинальный матч между командами Казанского федерального университета и Казанского авиационного института в студенческой хоккейной лиге. Встреча была очень яркой и волнительной. В первом периоде на 25-й секунде КАИ забрасывает быстрый гол. Мустафин получает передачу от Полякова и точно отправляет шайбу в ближний угол. Уже через 5 минут хоккеисты из авиационного института забрасывают очередную шайбу в ворота. Нападающий Чернов щелкнулся в средней дистанции и во второй раз Путинцев пропускает в ближний угол. За 2 минуты до окончания стартового отрезка Прокопьев забивает третий гол и делает счет разгромным. Первый период стал кошмаром для команды Юлбарсов. Вторая 15-й минутка начинается также с быстрого гола, но уже от команды КФУ. На 24-й секунде Аманов получает передачу от Золотарева и направляет шайбу прямо в пустой угол в ворот Абдулина. 3-1. Под конец второго отрезка себя смог проявить Дудкин. Нападающий забил гол на 28-й минуте матча и счет становится 3-2. Федералы сократили разрыв счета и стали на шаг ближе к камбэку. Минуту спустя Хисматулов схлопотал 2 минуты штрафа за задержку клюшкой. Третий период был очень ярким и насыщенным, так как напряжение у обеих сторон только нарастало. На 41-й минуте матча КАИ забрасывает очередную шайбу в ворота противника. Капитану Юлбарсов это не понравилось, и он буквально набрасывается на Хисматулова. Завязывается массовая драка. Она продолжалась недолго, так как нужно было доигрывать последние минуты. Из-за агрессивного поведения Марата Хафизова сразу же дисквалифицировали из игры. Через 2 минуты Соппин забрасывает пятую шайбу в ворота противников, не оставив шансов для победы КФУ. Матч заканчивается со счетом 5-2 в пользу КАИ. Команда федерального прощается с путевкой в финал, а хоккеисты из авиационного института готовятся к игре с Академией спорта. Блёша Хакимова, неделя спорта. Сборная КФУ в итоге отправилась играть в матч за третье место против Казанского государственного архитектурно-строительного университета. А авиационный институт встретился в финале с Академией спорта. Оба матча наш телеканал показывал в прямом эфире. Но если ты пропустил, то прямо сейчас вспомним, как это было. Матч за третье место. Первый период. Айдар Затрузинов, игрок команды КГСУ, выходит из своей зоны, обходит защитника КФУ и без передач забивает гол в ворота федералов. По такой же схеме в ворота КГСУ прилетает ответная шайба от Азата Нурулина. И несмотря на бодрый начало и жесткий прессинг со стороны архитекторов, оставшиеся минуты до перерыва проходят под диктовку Казанского федерального. Первый период заканчивается счетом 3-1. Второй период не принес сюрпризов в игру. С таким же успехом команда КФУ благодаря Айрату Шагапову делает счет 4-1. Архитекторам не хватает настойчивости. Игра проходит в основном в их зоне, но голкипер достойно выдерживает постоянную бомбардировку ворот. Второй период так и заканчивается со счетом 4-1 в пользу КФУ. В начале заключительной части матча Нурулин делает дубль 5-1. Это было настоящим разгромом для команды архитектурно-строительного. Однако они собирались сдаваться просто так. За Трудинов, автор первого гола в игре, зарабатывает еще одну шайбу для своей команды. В теории хоккеисты КГСУ могли собраться и еще сократить счет, но на практике игра так и заканчивается преимуществом Казанского федерального на 3 очка. Следом матч за первое место. В нем встретились команды Казанского авиационного института и Поволжской академии. В отличие от матча за третье место, здесь игра с первого периода началась очень динамично. Обе команды не давали своему сопернику открыть счет. Шайба оказывалась то в одной зоне, то в другой. И все же лидерство в свои руки забирает Академия спорта. 1-0. Первый период заканчивается толчком в спину соперника от хоккеиста Академии и удалением, что дает шанс авиационному институту во втором периоде сравнять счет. Однако реализовать большинство им не удается. А вот Академия наоборот. Начинает еще более агрессивно играть во втором периоде. Вбрасывание шайбы в зоне КАИ, перехват шайбы и Иванов приносит второе очко своей команде. Счет 2-0. Следом еще одна шайба залетает в ворота КАИ и на табло уже 3-0. Авиационному институту следовало уже открыть счет своим голам в этом матче. Но игра с их стороны протекала вяло. Третий период запомнился грязной игрой со стороны КАИ. Хоккеисты стали нервничать и вследствие своей агрессии им даже пришлось играть 3 на 5. А затем и вовсе происходит серьезная драка между капитаном команды Академии и хоккеистом КАИ. И все же за 2,5 минуты до конца Казанский авиационный распечатывает ворота Академии. Алексей Поляков выходит в стремительную атаку и забивает гол. Это становится единственной заброшенной шайбой КАИ в этом матче. И Поволжская Академия спорта становится чемпионом студенческой хоккейной лиги. КАИ остались серебром. Третий – Казанский федеральный университет. С вами была программа «Неделя спорта» и ее ведущая Наталья Журнова. Обязательно следи за нашей группой ВК. Там тебя будут ждать еще материалы наших корреспондентов, которые обязательно надо посмотреть. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!